Музыка Знаете, так сильно, так сильно вообще, когда мы видим людей, Бог касается людей, и у них есть свидетельства, и они пишут эти свидетельства, и мы благословены этими свидетельствами, конечно же. Я понял одну вещь. Несколько дней тому назад я смотрел старые фотографии, может быть, там это были 90-е годы, 93-4-е годы, и когда я смотрел эти фотографии, я понял одну вещь, что эти фотографии с нами говорят, они нам что-то рассказывают. И взял одну фотографию, там это было в Дилиджане, в зале Дилиджанского кинотеатра, и Баграта, пастор церкви в Дилиджане, мы приветствуем его, и это было в Дилиджане. Там был кинотеатр, мы взяли этот зал, и этот зал был полон, и это был дворец культуры, и там был плакат, и там было написано на плакате, что Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки, Он может исцелить. И мы одной командой там сфотографировались перед этим плакатом, и мы такие молодые. И я когда смотрел на эту фотографию, что я понимал, эта фотография мне рассказывала ту историю, которая была в то время. И когда ты смотришь на фотографию, что мы там сфотографировали несколько человек, но никто не знает эту историю. Я знаю эту историю, что до этого, что произошло, и что произошло после того, как мы говорили с людьми, как мы очутились там, и что мы там делали. И фотография, она о чем-то тебе напоминает. То есть фотографии, они с нами говорят. И я понял, что сегодня в этом мире многое есть, которое говорит с нами. Сегодня с нами говорят книги, и книги, когда ты читаешь, она разговаривает с тобой. Она также фотография разговаривает с тобой, также телевизор разговаривает с тобой. Он что-то тебе говорит, может быть, хорошее, может, плохое. Я не знаю, смотря какие передачи ты смотришь, какие фильмы ты смотришь. И также разговаривает с нами интернет. Может быть, интернет с нами разговаривает больше, чем другие. С тобой разговаривают родственники, и вся жизнь, она наполнена разговорами. Вопрос в чем заключается? Что мы получаем от разговора разных людей? Кажется, что ты должен наполняться положительными вещами, но, к сожалению, человек, мы получаем разные вещи. И, знаете, я думаю, что человек, он создан положительно. Я не знаю, почему, откуда открываются эти негативные источники. Когда ты разговариваешь с человеком, ты должен наполняться положительными вещами. А когда заходишь в интернет, то люди разные вещи говорят. И 10 людей говорят одно и то же, но может оказаться, что это всего лишь один человек, который под разными профилями говорит. И они критикуют негативные вещи, говорят о ком-то. И когда смотришь телевизор, ты думаешь, что ты должен наполняться положительными эмоциями. Ты должен любить больше, ты должен быть больше в славе Божьей. Но ты наполняешься совершенно другими вещами, отрицательными. И, знаете, есть кто, есть некто, с кем ты говоришь, кроме всего этого. Потому что мы не только, не только физический мир говорит с тобой, но также и духовный мир говорит с тобой. И, значит, если ты скажешь, что со мной духовный мир не говорит, то ты в действительности ошибаешься. Было время, когда с человеком говорит зло, сатана, и есть время, когда говорит Бог. То есть, кому ты предоставишь место, тот и будет говорить с тобой. Также с нами говорят проблемы с нами. Но когда мы открываем наше сердце Богу, тогда Бог начинает говорить с нами. И от этого приходит к нам вера, и мы наполняемся верой. И та вера, которой мы наполняемся, она может сделать все в нашей жизни. Слава Иисусу! Кого мы слушаем? Кого мы будем слушать, тем и будем наполняться. Если ты будешь слушать Бога и будешь наполняться Словом Божьим, ты будешь наполняться любовью. Но если нет, то ты будешь наполняться разными вещами. Сегодня я буду говорить о вере. И буду говорить о новых возможностях. И в конце я скажу, почему я говорю о новых возможностях. И здесь каждый человек, который сидит здесь и слушает меня, у вас есть возможность сегодня, в этом году, зайти в новые возможности. Смотря, как мы будем двигаться. Сегодня я хочу, чтобы наш источник веры, он открылся, и наша вера бы увеличивалась. И Иисус говорит, неужели я, когда я приду в мир, увижу ли веру? И я думаю, что, когда я читал это место, я думал, вот все же верят в Бога. Но знаете, что я думаю, что вера — это твоя связь между тобой и Богом. Многие люди хотят верить без веры. То есть они верят без Бога. То есть мы не ищем веру, но мы ищем общение с Богом. И от этого рождается вера. И не противоположным образом получается. И не по-другому. То есть это не получается, что мы веру получим, а потом общение. Нет, сперва общение, потом вера. И в Галатах, книга Галатам, написана одна вещь. Третья глава со второго стиха. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» И так, что говорит Слово Божие в Галатам. Так написано, неужели вы несмысленны? Он говорит, что вы маловерны, что вы грешны. Он говорит, что вы несмысленны. Что вы начали духом, теперь оканчиваете плотью. Когда я покаялся, дорогие мои, я прочитал послание Галатам и решил одну вещь. «Бог мой, всегда предупреждай меня, чтобы я никогда не заканчивал плотью». Что значит плотью? Я не думаю, что галаты, галатяне, они были в грехе. А тогда бы, если бы это было так, то он бы сказал бы, как коринфянам, грешные коринфяне. Нет, здесь написано, что они зашли в Слово и в букву и делали только дела плоти, и не было движения духа. И знаете, что церковь, она может быть в каких-то стандартах, вот такая, такая, такая должна быть церковь, и мы должны быть все говорить наизусть, и все. Нет, но должно быть движение духа, когда ты даешь место духу Божьему двигаться, чтобы он коснулся тебя, и ты получаешь веру, личную веру, чтобы достигнуть всякого. И возникает вопрос, может ли каждый человек верить, и может ли Бог касаться каждого человека? Мы сегодня будем изучать, и мы поймем, что Бог хочет коснуться каждого из нас. И сегодня день прикосновений и день посещения для каждого из нас. Слава Богу за это. И они начали духом и закончили плотью. И мы будем верить, что вы начали духом и закончите также духом. И многие думают, что вера, она зависит от человека. Я очень часто слышу вот такую вещь. Например, многие церкви, евангельские церкви, эта вера зависит от Бога. Многие харизматическое мышление, у многих харизматическое, у кого есть харизматическое мышление, они думают, что это от человека. Нет, это не может быть от человека, это заблуждение. Без Бога не может быть веры. Мы увидим, что говорит Писание об этом. И, например, есть такой разговор. Включи свою веру. Вы можете мне сказать, что это такое? Где это переключатель, который включает веру? Или же говорят, вот как говорят, когда говорят, включи свою веру. И тогда, когда иногда со мной случается, когда кто-то мне говорит, давай включи свою веру, пастор. Я хочу узнать, где эта кнопка, которую включают. Я уже 29 лет в вере, и я не знаю, где эта кнопка находится, переключатель. Тогда бы, если бы я знал, я бы включил этот переключатель и получил бы веру. Вот это первый вопрос. Второй вопрос. А кто выключил эту веру? И очень часто люди, говоря о вере, они даже не говорят о Боге, они просто говорят, включил свою веру. И он, сидя дома, он говорит, Бог мне дает машину, говорю, откуда? Я говорю, вот я верю. Ты, когда будешь просто сидеть дома, то ты не получишь свою машину. Я об этом буду говорить. Буду говорить, как нам нужно верить, что вера должна проявляться в действиях. И однажды я слышал одно свидетельство, одна девочка свидетельства, она была не из Армении, и она говорила о том, что ее отец был болен какой-то болезнью. Я знаю, что хорошо эту болезнь, и я знаю, что эта болезнь может быть исцелена, и она свидетельствует. Она встала на сцену в церкви, и она свидетельствовала. Я пошла и посмотрела в зеркало и сказала, где твоя вера? Включи свою веру. И как только я включила свою веру, мой отец исслился. После служения я человек, который люблю задавать вопросы, и я сказал, хочу задать один вопрос. А как вы включили свою веру? Как вы включили? Первое. Ваша болезнь, болезнь вашего отца, я очень хорошо знаком с этой болезнью. Ваш отец лежал в больнице, я говорю, да. Она говорит, да. Я спрашиваю, а врачи давали вот эти лекарства вашему врачу? И она говорит, да. Я говорю, а другие тоже исцелились, или только ваш отец? И она говорит, я не знаю. Я говорю, а почему вы тогда свидетельствовали такую вещь, что вы включили свою веру? И она задает мне вопрос. А что, вы не верите, что Бог исцелил моего отца? Я говорю, можете представить, что вот этот лечащий врач сидит в церкви и думает, а что происходит в церкви? Вот в церкви жрецы собраны. А я говорю, вы могли бы просто сказать, Бог, человек, мой отец был болен, его положили в больницу, и Бог дал мудрость врачам, которые лечили, и они вылечили его, и он, слава Господу, что он исцелен. И второй вопрос она мне задала, а вы что, не верите в исцеление? Я говорю, конечно же, я верю в исцеление. Я вам скажу одну вещь. Если мы снимем такие ложные свидетельства, то тогда начнутся реальные исцеления в нашей церкви. Если мы думаем, что мы должны Бога защищать, если мы не будем свидетельствовать об исцелении, то тогда у людей не будет веры. Нет, дорогие мои, Бог может защищать сам себя. И эта сестра, которая написала нам свидетельство из Германии, она говорит, что она нам свидетельствует, что она услышала, и от этого пришла вера, и вера превратилась в действие. Вот что произошло. Если мы снимем ложные свидетельства, то мы получим реальное исцеление. И если мы будем снимать ложные, то мы получим истинное. Дорогие мои, я одну вещь скажу. Если есть мед, зачем нам пить подслащенную воду? Если я могу свидетельствовать о меде, почему мне нужно говорить о подслащенной воде? Дорогие мои, я верю в твой созданный мед, а не буду говорить о подслащенной воде. И Йонгичо рассказал одну вещь. Он говорил в библейской школе, что когда в Сеуле было наводнение, и тогда студенты библейской школы, они решили, так как они опаздывали на урок, они должны принять решение ходить по воде. И двое, они просто выпрыгнули с моста, спрыгнули с моста, и они утонули. И вся пресса начала говорить об этом. Но если с другими происходит это ничего, но если с церковью, то все, это скандал. И пресса пришла и говорит, вот вы учили, что нужно ходить по воде, по вере и все такое. А вот что вы обратите внимание, что вы скажете о том, что двое приняли решение ходить по воде? Я говорю, это то, что они приняли решение ходить по воде, это правильно сделали. Но одно неправильно сделало, что Бог им не сказал, ходите по воде. Что вы думаете, вот эти сестры, которые утонули, которые решили просто ходить по воде, это что, вера была? И они даже не знали, как плавать. Это просто ничего нет общего с верой в этом вопросе. То есть, когда ты внушаешь себя, они просто внушают себе, они просто это мешают с верой, они думают, что это вера. Но ты просто думаешь, что ты, когда внушаешь себе что-то, это не значит, что ты веришь. Они, некоторые думают, что они крутые, вот я верующий, вот я в вере. Дорогие мои, без Бога вы не можете быть такими. Если мы будем учить, что... Если мы будем учить о вере без Бога, то тогда не будет общения с Богом. Ты начинаешь общаться с Богом, и от этого получается слово, и начинается у тебя вера. Один молодой человек, он дает свидетельство, женился, его зять, вернее, его тесть богатый подарил ему квартиру, и он свидетельствует об этом. И мой Бог верный, и я поверил, и с небес получил квартиру. А другой человек, у него нет богатого тестя, и он говорит, а как так получается? Мы же служим тому же Богу и верим тому же Богу. Дорогие мои, может быть, его тесть был бы доволен, если бы вот этот человек, молодой человек, сказал бы, вот мой тесть такой, хороший, и он мне подарил вот эту квартиру. Но этот человек, он просто снимает свою тесть из этой цепочки. Это не вера, это внушение. Знаете, откуда вера, что у тебя нет ниоткуда получить, и ты получаешь слово от Бога, и получаешь твое благословение. Слава Иисусу. Итак, послание к римлянам 10, 17 написано. Итак, вера от слышания и слышание от слова Божия. Вера от слышания и слышание от слова Божия. Не от слушания проповеди. Некоторые думают, что вот сколько ты будешь слушать проповеди, твоя вера будет растить. Я согласен, что во время проповеди Бог может говорить с тобой, и как только Бог будет говорить с тобой, тогда будешь верить. И несколько дней тому назад человек написал мне вопрос, и он сказал, как мне понять то, что я получил это от Бога или нет. И я ему ответил, если бы это было от Бога, то ты не задавал бы этот вопрос, потому что как только Бог к собой говорит, ты сразу понимаешь, что это Бог. Итак, дорогие мои, вера от слышания и слышания от слова Божия. Я хочу, чтобы наш уровень духовности мы подняли, чтобы каждый из нас имел бы общение с Богом. Дорогие мои, я мог бы просто говорить, просто живите верой. Нет, это не так. Если, когда вы будете общаться и живое общение с Богом будете иметь, живое общение, Бог недалеко, Он внутри вас находится. Он дал вам Духа Святого и силы Духа Святого внутри вас, и Он может говорить с тобой в любой момент, и вы можете получить от Бога слово, и оттуда рождается вера. Одно свидетельство, я скажу. Сегодня я буду говорить несколько свидетельств, но вот одно из них. И наша церковь не имела здания, и все знают об этом. А в Армении построить здание, и я не знаю, насколько богатым ты должен быть, чтобы смог бы построить. В один день во время молитвы я получаю слово, и Бог посетил меня, и мне сказал, у вас будет здание. И это было так сильно, я просто свидетельство об этом говорил. И если кто-то скажет, что это невозможно, я бы смеялся. В одной церкви, христианской церкви в России, мне сказали, а сколько часов ты молился во время строительства здания? Я говорю, я уже не молился за церковь здания, я имел это слово, я занимался другими вещами, уже все это модернизовалось. И как только я получил это слово, и все мои помощники сказали, амэн, халлилуйя, и знаете, в то время начался кризис повсюду. И как Гидеон, я начал думать, Бог, ты сказал, что я вам дам здание, и что вы будете строить. Но сейчас начался финансовый кризис по всему миру, и Бог мне сказал, сядь на машину и езжай на поле. И я думал, что... И знаете, тогда Бог мне говорил, и я знал, что это Дух Святой, я думал, что в поле сокрыто золото, и я думал, что Бог мне скажет, подними камень, там будут деньги, и все, мы построим здание. Но нет, Бог выбрал другой путь. Бог свою славу никому не дает, чтобы один человек бы построил бы церковь, и сказали, вот этот человек посол. Нет, церковь строит, церковь, и Бог дает свою славу своей церкви. Церковь строит здание свое. И передо мной открываются глаза. Картофель как давал картофель, так и дает картофель. И как пшеница росла, так и растет сейчас. И как ячмень рос, так и сейчас растет. И посмотрите, Бог мне говорит, у меня нету кризиса банки. Кризис в банках находится. Не смотри, что происходит в банках, посмотри, что тебя окружает. И так моя вера поднялась. И я вам скажу, до сегодняшнего дня, я не знаю, как мы построили это здание. И это было связано с большими расходами. И я сразу вам скажу, что пожертвованиями нашей церкви, это было бы невозможно построить вот это здание, вот это. И наши пожертвования, которые мы здесь собираем, нам достаточно бывает только на недельные наши расходы. Но о строительстве здания мы могли и не говорить. Даже бывает время, что покрыть наши расходы, и даже не бывает достаточно недельное наше пожертвование. И я думал, что это невозможно в Армении построить этот знание. Но когда пришло слово Божие, тогда пришла вера. Я не говорю о простой вере. Я говорю о сверхъестественной вере, которая приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Как только приходит это, то все произойдет. Слава Господу! Посмотрите. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Если у тебя будет живая вера, живое поклонение, то у тебя будут живые свидетельства. Кто есть вера? Не человек, есть вера. Если я хочу получить веру, я не должен сказать, вот я сейчас подверю, посмотрите, что произойдет. И в Евреям написано, посмотрю на военачальника веры твоей. И здесь написано, посмотрю не на человека, который что-то получил и тебе рассказывает, но военачальника веры. Посмотрите, посмотрим на кто есть начальник веры нашей, на кого мы должны смотреть, вера от кого приходит. И сегодня без Бога не надо молиться. Почему люди не читают Слово Божие, потому что и у них нету Божьей жизни, потому что они думают, что без всего этого они могут получить веру. Вообще, Бог мне дает Слово на каждый год. И мы говорим, что в этом году Бог откроет новые двери. Я не знаю, почему, но Бог мне дал раньше это Слово. С сентября Бог мне говорил, что новое придет что-то на церковь. И я говорил, что? И несколько дней тому назад я был в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, и это совершенно другая история. И там была конференция пророческая. И там было три проповедника. Один открывал, другой закрывал, а все остальные служения я проповедовал. Где-то десять служений. Ничего не оставалось внутри, но я говорил, хотел, но я больше не мог говорить. И я говорил, Бог мой, я уже устал физически уже говорить. Есть люди, которые сплетничают, и они не устают, но ты просто говоришь и говоришь Слово Божие. И я в Санкт-Петербурге был в этой пророческой конференции, и все время, день и ночь я был, находился в этом. И Бог проговорил ко мне и сказал, в церковь приходит время новых возможностей. Я хочу вам сказать, время новых возможностей. Кто-то сидит и говорит, кто же я? Знаете, это касается кого-то. Очень часто, знаете, почему люди заходят и выходят во время служения? Потому что они думают, что их не касается. Скоро я вам докажу, что это касается именно вас. Если ты в деле был неуспешным, и неуспешным в чем-то, это тебя касается тебя. Может быть, ты скажешь, а, как, я ничего не могу сделать, ничего не умею. Но когда Бог дает успех, значит, что он использует? Он использует то, что ты имеешь. Если ты повар, то Бог будет использовать твои инструменты, твои вилки, ложки и все такое. Когда Бог проговорил Моисею, тогда что сказал Бог ему? Что у тебя есть в руке? Не думай, что вот я должен стать профессионалом, чтобы чего-то достичь. Дорогие мои, Бог сказал Моисею, что у тебя в руках? И он сказал, у меня посох. Говорит, достаточно этого. И этот посох, я однажды проповедовал об этом. Вернее, я написал проповедь, но не проповедовал об этом. Эта проповедь была о посохе. Не только Моисей встретился с посохом, но и Бог встретился с посохом. Этот посох, он изменился. Стал змеем и сел других змеев, потом открыл море, потом из скалы пошла вода, и потом пища спустилась в небес. Моисей и его посох, они изменили мир. И также я вам скажу, ты и то, что ты имеешь, это изменит мир. Приходят новые времена. Просто слушай от Господа. И в Евреям 11.6 написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Знаете, мы можем ощупать это здание, но это не вера уже. Я вам скажу еще одну вещь, чтобы вы поняли хорошо. В моей руке есть конфеты, я принес с собой конфеты. Кто верит, что я эти конфеты могу им дать? Я также вместе с этими конфетами могу дать цветы. Знаете, прямо сейчас здесь нет цветов, но я могу создать цветы. Кто верит в это? Знаете, видите, какие сильные верующие здесь? Я не обманываю. Я сейчас создам. Я сейчас минуточку поставлю микрофон в сторону. Для всех неверующих. Я сейчас создам вам цветочек. Только терпение. Можете показать вот этот цветочек? Сейчас. Кто верит? Эти конфеты и цветок я могу дать вам. Видите, многие уже. Я вам задам вопрос. Откуда у вас эта вера? Я вам что, дал слово? Мы что, договорились о чем-то? Смотрите, это не вера. Это желание. Не мешайте ее с верой. Здесь есть один человек. До проповеди, до служения я обещал, что дам. Может, Кристина, подайте сюда? До служения я встретил первого человека. Я скажу, эти конфеты и цветок я тебе дам. И приди сюда, я тебе задам вопрос. Все, которые желали, она спокойно там сидела. Знаете почему? Потому что у нее было слово, что это принадлежит ей. Каждый может подумать. Каждый может пожелать. Мне, 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 мне. Но начинается здесь борьба. Но, когда вы поднимали руки, я смотрел на нее, она спокойно сидела. Она потому что знала, что все равно это ей принадлежит. Что ты думал, когда люди поднимали руки? Что ты думал? Я думал, что все равно это мое. Слава тебе, Господи. Вам понятно сейчас? Она была единственная, которая имела слово, обещание. Смотрите. Вместо этих конфет мог быть телефон. Может быть, мог быть мешок золота, машина, квартира. Знаете, не начинается борьба за конфеты. Знаете, если бы здесь стояла бы машина или квартира, кто бы... Я бы спросил, кто хотел бы это. И у людей бы возникали мысли, началась бы вражда, чтобы все уничтожились отсюда, чтобы все это мне досталось. Дорогой мой, если у тебя есть вера, то не будешь ревновать, не будешь завидовать. Но если у тебя есть слово от Господа, которое тебе дает веру, то ты не будешь завидовать, потому что ты понимаешь, что ты вне конкуренции, потому что все это будет принадлежать тебе. А если ты просто боишься, что если есть какое-то место работы, и кто-то там, большая конкуренция, и достанется это кому-то другому и не тебе, то это не вера. Вера приходит от Господа. Она потом превращается в осязаемое нечто. Неважно, если там стоят тысячи человек или больше, но ты в конце там, если у тебя есть слово от Бога, ты сидишь там и говоришь, это мое, все равно мое. И потом эти тысячи проходят, и тебе говорят, это работа твоя, потому что если у тебя есть слово от Бога, то ты вне конкуренции. Дорогие мои, знаете, откуда ошибки людей у людей? Потому что люди без того, чтобы получить от Господа, они думают, что это вера у них. Мы получаем от Господа веру, и вера меняет, мы получаем слово, и вера меняет все. Многие спрашивают меня, почему я хочу в веру сделать нечто, и потом не делаю это. Потому что это не вера, и если бы это... Мы получаем слово от Бога, мы получаем веру также. И мы получаем эту веру, когда мы получаем, имеем общение с Богом. А в Евреям 11.6 написано, а без веры угодить Богу невозможно. Вы можете угодить людям, но не Богу. Другими словами сказать, я прочитаю, потом скажу, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. То есть верующий Богу, он должен верить, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. Когда мы верим, когда у нас есть живое общение с Богом, почему слово Божие говорит, что ты не можешь угодить Богу без живого общения с Богом? Бог дал нам Духа Святого. И если Дух Святой внутри нас, Иисус пришёл, и Он сделал заявление. Дух Божий на мне. И это было достаточно. И вера рождается внутри нас. И, дорогие мои, ты можешь подумать. Только герои веровали. Я взял книгу евреям, и просто взял тех людей, которые веровали, и по профессиям разбросил их. И знаете, кто эти были люди, которые веровали и были героями веры? Я сейчас прочитаю, и вы найдите себя среди этих людей. И ты найдёшь себя среди этих профессий. И если Бог использовал их, И там написано, что Илья был человек, как Яков, написано, Илья также был человек, как мы. И когда он попросил, и был дождь, попросил, и не было дождя. И когда он получил от Бога слово, и тогда он сказал, он знал точно, что не будет дождя. То, что Бог говорит, он знал точно, что это произойдёт. Это была вера. Итак, евреям, 11 глава, там были специальности, профессии. Обычных людей нашёл. И кто эти герои веры? Это были подросток, строитель, обычный человек, домохозяйка, князь, пастор, премьер-министр, слуга, проститутка. Кто была эта проститутка? Рахав. И в книге евреям, 11 главе, она среди верующих нашла место. И там был полководец, пророк, богатый, нищий. О всех них было написано, что они были герои веры. Обычный человек. Кто был это? Я искал, искал специальность этого человека и не нашёл. Специальность Авраама. Авраам был обычный человек. Авраам стал Авраамом. Но когда он выходил из земли халдейской, кто он был? Когда он из города Ур выходил из первой цивилизации, о чём написано, что написано о нём? Что Бог сказал ему, выйди оттуда. Он, а Исаак был верой, он стоял. И мы говорим, мог же Бог не мучить Авраама 90 лет, чтобы потом родился Исаак? И 90 лет он мучился. Не мог он раньше ему дать? Вот в 30 лет. Нет, не мог дать. Почему? Потому что в первую очередь из Авраама должно было выйти язычество, чтобы он правильно воспитал ребёнка. Знаете, откуда пришёл Авраам? Он был из города Ур. И знаете, что это Ур, город Ур? Это цивилизация. Она из чего представляла это в Месопотамии, цивилизация в Месопотамии. Вы можете прочитать и понять истории. Вы что, думаете, все были богобоязни? Нет. Знаете, что была их вера? Эти жрецы, они делали своё служение в храмах, и эти жрецы были проститутки. И люди заходили в храмы, и они потом снимали своё одеяние, и потом у них было половое отношение. И Бог поэтому говорит Аврааму, выйди оттуда. И Авраам выходит оттуда. А потом мы видим, что Авраам, он вышел из Ура, но Ур не вышел из Авраама. И очень легко он отдает свою жену другому, какому-то королю, царю он даёт. Он не говорит, что ты моя жена, скажи, ты моя сестра. И неважно, и вот он спит спокойно, а там с его женой хотят уже жениться, свадьбу сыграть. И ангел встаёт, слава Господу за этих ангелов, и ангел встаёт рядом с царём и говорит, это чужая жена, отдай ему, верни ему. И царь говорит, почему ты не сказал мне, что это твоя жена, а не сестра? Он говорит, а если бы я сказал, ты мог бы меня убить? Вот посмотрите, вот эта цивилизация языческая была в нём. Бог сперва снимает эту языческую цивилизацию, потом даёт обетование. Вы что думаете, израильский народ 40 лет, Бог хотел, чтобы они просто по пустыне путешествовали, просто ходили? Нет, потому что у них было рабское мышление внутри их, и они должны были освободиться. Вот за эти 40 лет они освободились от рабского мышления, чтобы понять истину. И многие люди вышли из Египта, но Египет не вышел из них. И также многие люди в церкви, которые вышли из мира, но мир ещё внутри них. Есть люди в церкви, которые ещё гадать дают на кофейной гуще своим соседям. И, знаете, это колдовство, и Богу это не нравится, это дела дьявола. Есть люди, которые смотрят, гадают на кофейной гуще, или на картах гадают. Они вышли из мира, но мир не вышел из них. И если мы хотим получить обетование Божие, знаете, что должно быть? Мы должны оставить мир, и тогда мы получим обетование Божие. Есть люди, которые взяли какое обетование, которое принадлежит Иисусу Навину. Бог сказал Иисусу Навину, куда ты поставишь свою ногу, ту землю я тебе дам. И люди сейчас говорят, «Бог мне дал обетование, то место, где я положу, Бог мне это даст». И что, сядешь в такси, что Бог тебе даёт это такси тебе? Или же, когда этот человек приходит к тебе в гости, что Бог твой дом даёт этому человеку? Нет, дорогие мои, это не так. Это неправильное обетование. Если Бог тебе даст обетование, то это другое дело. Но не присваивай себе чужие обетования. Его Божья рука не сократилась, и Он имеет для тебя специальное обетование, просто имея общение с Ним. Я скажу вам одно. Здесь есть много людей, которые имеют обетование в своей жизни, но внутри у него есть маловерие или же неудачи. Он думает, что это невозможно осуществить эти обетования. новые возможности для того, чтобы зайти в эти обетования. Реши внутри себя эти вопросы. Вот здесь я читал, какие здесь люди были в эти герои веры. У тебя есть строитель, земледель, домохозяйка, слуга, раб, богач, нищий, царь и тому подобное. Но знаете, что эти люди имели? Они оставили свою личность, и они веровали Богу. Кто помнит Захарию? Знаете, кто был Захария? Он был отец Иоанна Крестителя. Он вошел в храм. У него не было ребенка, у них не рождались дети. И перед ним стоит ангел. И знаете, кто этот ангел? Который ангел? Габриэль. Архангел. И говорит, о, Захарий, у тебя будет ребенок. И он говорит, о, нет, у меня не будет ребенка, потому что у меня проблемы с женой. И тогда ангел говорит, Захарий, я Габриэль, я Габриэль. Я послан от Господа, что Захарий говорит, нет, моя жена уже старая, я тоже старый, все невозможно. И ангел там доказывает ему, что он ангел. И тогда ангел думает, лучше пусть этот человек не будет говорить, нежели будет говорить. Знаете, лучше, есть люди, которым лучше не говорить. Потому что, когда он говорит, тогда вера у людей уходит. И тогда ангел говорит Захарии, все, ты не будешь говорить, покуда у тебя не родится ребенок. Потому что, знаете, его молчание больше поднимало веру у людей, нежели, если бы он говорил бы. Знаете, он не видел людей, ангела, но когда и видели Захарию уже, он не мог говорить, они говорили, вот, наверное, он встретился с ангелом, и потом родился ребенок. Знаете, ваши возможности, другие, новые возможности приходят к тебе. Может быть, раньше у тебя не получалось, но получится сейчас. Потому что сейчас приходит время, год веры, год получения слова от Господа. И евреям 11.33, знаете, что здесь написано? Снова я вам говорю. Это были земледелие, строители, хозяйки, домохозяйки, рабы, слуги, богачи, цари, премьер-министры, военачальники, проститутки и все такое. И иногда вот так я читаю, я думаю, как же переводят наши переводчики. Однажды я слушал, как наши переводчики переводят, пусть Бог благословит наших переводчиков. Итак, в 33 стихе написано, которые веру побеждали царство. Знаете, что они сделали? Они побеждали царство. Почему они победили? Чем веруют? Какой верой, которая пришла к ним от Бога? Не то, которую они думали, а та, которая пришла от Господа. И творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Евреям 11.33. И угошали силу огня, избегали остря меча, укреплялись от немощи, были крепки на водне, прогоняли полки чужих. Это написано о героях веры. И знаете, Даниил, он имел слово от Господа и не убоялся от огня и львов. И знаете, Сидрак, Мисак и Абитнаков, они тоже не убоялись. И сегодня сатана будет устрашать тебя, и жизнь будет устрашать. Дорогой мой, имей слово от Господа и не бойся ничего. Бог тебе даст. И мудрость приходит от веры. Если ты будешь веровать так, как я тебе говорю, то обязательно получишь слово. Знаете, вчера, когда было прославление и поклонение, мы, когда приняли решение, чтобы чуть-чуть продлить время для поклонения, мы хотели, чтобы люди находились в этом поклонении, получить веру. Но, дорогие мои, люди просто приняли решение, чтобы приходить после поклонения. Дорогие мои, это время, чтобы вы общались с живым Богом. Есть люди, которые просто наблюдают, как там люди на сцене проклоняются. Нет, но это время, чтобы ты молился, общался с Богом. И ты думаешь, а что подумают другие, когда я буду с закрытыми глазами? Они подумают, что ты молишься просто. Если ты стыдишься молиться за стенами этой церкви, то это другое дело. Но здесь тебе не нужно стыдиться, молись и общайся с Богом. И очень часто ты просто... И ты не молишься долго, но получаешь ответ от Господа. Когда мы женились, у нас не было квартиры, и мы жили, снимали квартиру. И когда однажды я проповедовал в Швеции в церкви, и там была конференция, я был проповедник. Я поехал дальше в Словакию проповедовать. Потом меня отвезли в гостиницу. Я никогда не видел такого. В гостинице были журналы, как строить дом. И я там смотрю, и в моем сердце такое большое желание. Я сказал, хочу такой дом. И в тот же момент Бог мне говорит, я тебе дам дом. Это было так сильно. Если кто-то спросит меня, как Бог... Это от Бога или нет? Если это от Бога, то ты сразу поймешь, что это от Бога. И если ты сомневаешься, то значит, это еще не Бог. Это Бог говорит так четко. И я позвонил своей жене, сказал, знаете, у нас будет дом. И она сказала, слава Господу, мы обрадовались. Прошло два месяца. Я не помню уже, который год. Это было 90-е годы. И к августу мне звонит и говорит, когда ты провел здесь урок в библейской школе, жизнь одного брата так сильно изменялась, он тебе пошел подарок, одну тысячу долларов. Это было много денег в то время. И я сказал, Господь, Бог, что это такое, одна тысяча долларов? Ты мне обещал дом, а мне послал одну тысячу долларов? И это невозможно, построить дом на эти деньги. Но знаете, когда происходят чудеса? Когда Иисус взял рыбы, и Он поблагодарил. И знаете, от благодарения чудо умножается. Я взял от этой тысячи долларов, дал десятину. Не было времени в нашей семье, чтобы мы не давали десятину. Я дал десятину, потом пожертвовал. И потом увидел, что земли в Ереване было очень дешево. И Бог мне показал одну землю. И я пошел к этому земельному участку, и уже у меня было обетование. Я нашел хозяина этой земли, и он сказал, везде земли так дешево. И он говорит, я за сколько хочу, я столько продаю. Я за 700 долларов взял этот земельный участок. Потом я нашел разные стройматериалы, использованные стройматериалы. Хотел строить, и это было в мучениях. И тогда я помолился Господь. Я использованный стройматериал, и я говорю, нет, Бог, Ты не так дашь благословение. И у нас есть здание, в котором раньше у нас был офис, у нас была библейская школа и все такое. И там второй этаж мы построили, и третий этаж мы еще не построили. И там в библейской школе крыша капала, и мы искали деньги, чтобы построить крышу. И тогда нам нужна была крыша, просто за крышу не капала. И я в город вышел, и я молился там. Я говорю, Господь, Бог, одна женщина пришла к Тебе и попросила Тебя, и Ты сказал, нехорошо, чтобы давать долю собакам. И я говорю, Господь, Бог, эта женщина сказала, дай мне мою долю собаки. И я сказал, Бог, мы Твои дети, а неужели Ты не можешь дать нам нашу долю? И вдруг что-то произошло во мне, и Бог мне сказал, Ты дашь, и Ты построишь. Я так обрабатывался, и через час я подумал, Бог, у меня же нет денег. Я бы, а то бы не медлил, я бы сразу дал. И Бог мне говорит, продай свою землю, и Ты построишь и мой дом, и свой дом. И вы знаете, где Давитошенский мост, там большие дома были построены. И знаете, как много я говорил, что люди говорили, я людям говорил, что Бог мне дал слово построить, это купить землю. Многие люди вместо, чтобы купить землю, они купили машину, и все потеряли. И есть, был один человек, который продал свою квартиру, у него были деньги, чтобы купить для семь земельных участков. И я купил этот земельный участок, и вот этот земельный участок я продал за 98 тысяч долларов. В то время строительство было очень дешево, не как сейчас. Мы построили нашу, не только крышу построили, но построили третий этаж полностью. Потом я снова купил землю, построил дом, и там мы до сегодняшнего дня живем, в этом доме. Конечно, по-малу мы его обустраивали, но мы получили одно обетование от Господа, одно обетование, я тебе дам дом. Значит, ты можешь взять это слово и сказать, вот, значит, у меня тоже будет. Нет, дорогие мои, ты должен получить свое собственное обетование. Может, ты не получишь просто собственный дом, а у тебя будет многоэтажка. Я не знаю, не бойся больших вещей, открой свое сердце, расширь, и Бог тебе даст инструменты, и ты их будет использовать. Только получи слово от него. Слава Господу! Знаете, что такое обетование? Я вам скажу. Благословение, вернее, извините. Когда я построил этот дом, я получил одно свидетельство. Благословение — это не то, что ты не можешь никому рассказать, откуда ты это получил, а благословение — это то, что каждому ты можешь рассказать, откуда ты это все получил. Слава Иисусу! Римлянам 1.8 Свидетель мне Бог, которому служу духом моим и благословение сына его, что непрестанно воспоминаю о вас. Извините. Прежде всего, благодарю Бога моего очереди Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Ты должен иметь чудесное общение с Богом. Вот эта церковь, о вере которой рассказывалось, она имела чудесное отношение с Богом. К галатам так не написано, что ваша вера рассказывается по всему миру. Но в этой церкви, в Римлянам, написано, что ваша вера рассказывается по всему миру. Почему? Потому что они общались, каждый из них общался с Богом, чудным образом общался. Я не могу переносить, когда человек, когда люди говорят, что каждый человек не может общаться с Господом и слышать его. Я вам скажу, если Дух Святой сошел на каждого, то каждый может слышать Бога. Знаете, кто-то может сказать, что Бог говорит только через Папу Римского. Кто-то говорит, что Бог разговаривает только через этих мусульманских моло или же буддистских монахов. Нет, Бога никто не может ограничить. Бог может говорить даже через осла. Может быть, это некрасиво звучит, но так говорит Слово Божие. Бог говорит через куст. Даже камни говорят, животные говорят. Бог, если хочет говорить, то все будут слышать. И Бог также будет говорить через тебя. Иакова 2.26 написано. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Невозможно иметь веру и быть без дел. Тела. Знаете, что вера без дел мертва. Люди сидят на своих девянах и ждут судьбы. И спрашиваешь, почему ты не работаешь. Он говорит, а я сейчас сижу на вере. Смотри, как только я получу деньги, я что сделаю? Нет, не будет такого. Знаете, что такое вера? Как только ты получаешь веру, то твои ноги не останутся дома. И в нашей церкви есть брат. Я его попросил разрешения, чтобы рассказать эту историю. Я с ним говорил, у него есть машина, Жигули, и он говорит, я включил свою веру, скоро у меня будет Мерседес. Я его спросил, а как ты его включил в свою веру-то? И что ты делаешь для этого? Я ничего не делаю, Бог сделает. Многие думают, что если они каждому будут говорить о том, что хотят Мерседес, то думают, что это вера. Нет. Это попрошайничество. Не мешайте попрошайничеству с верой. Одна девушка рассказывала в 93-м году. И одна девушка, она все связывала с верой. О, верой ты не будешь голодной, верой будешь, все будет. Я хочу шашлык, и Бог мне сразу дает шашлык. Мне было интересно, как это все получается. Как это? Под нос спускается ей на стол. И она говорит, я пошла, увидела, что мужики там делают шашлык. И я стала рядом с ними, стояла, смотрела, и потом эти мужики спросили, хочешь шашлык? И тогда она сказала, да. И они ей дали этот шашлык. Дорогие мои, это не вера, это попрошайничество. Это не имеет ничего общего с верой. Если у тебя хорошая вера, то сам сделаешь шашлык и раздашь другим. Итак, дорогие мои, вера – это дела. И этот парень говорит, у меня будет Мерседес. А как же, как же, если у тебя есть вера, и будет у тебя Мерседес? Может быть, тебе нужно такси водить и подрабатывать, и тогда, знаете, он говорит, нет, нет, я вот так получу. И знаете, что, получил? Нет, не получил. И он не будет иметь. А другой, он просто работает и приобретает. Бог действует через веру. И представьте, каждый из нас сидит дома. О, у нас будет один день здания, один день у нас будет здания. Нет, дорогие мои, мы, каждый из нас построили это здание. Вот были молодые, которые работали вторую смену для строительства этого здания. И когда в газетах задают вопрос, откуда это здание им, этой церкви, может быть, из-за рубежа послали? Нет, дорогие мои, одну сестру спросили, откуда? И она сказала, я сама построила. А она сказала, откуда у тебя деньги? И она говорит, придите и увидите. И она хорошо ответила. И каждый член нашей церкви, каждую минуту он может сказать, я построил это здание. Слава не принадлежит одному человеку. Слава принадлежит всей церкви. Сегодня свидетельство Вайк было очень сильным. Один ребенок вместе церковь взяла и сделала. Знаете, может быть, 99,9% этих людей здесь, они не видели этого ребенка, но они имели участие. Вот эта вера действует. Если ты веришь в Бога, то делай то, что тебе Бог говорит. Вера. Она тебя заставляет, чтобы ты действовал. И в этом году у нас будет сильное время. Я хочу прочитать еще одно местописание. Римлянам 10, 18. Я говорю вам. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их. И до предела вселенной слова их. Здесь что написано? Что его слова дошли до конца земли. И во всех странах было слышно. И сегодня мы будем молиться, дорогие мои. Я знаю, что Дух Святой на нас. И Дух Бог помазал нас. Только через личное общение с Богом мы получаем слово. И это слово приносит не ложную веру, не ложную веру, а приносит нам истинную веру, которая происходит, осуществляется. Им у нас будет свидетельство того. И, дорогая моя церковь, сегодня начинается возможность новых возможностей в этом году. И эта сестра, она свидетельство из Германии. Если у нас будет тысячи таких свидетельств, то мы пройдем на шаг вперед. Потому что написано, Слово Божие, что они победили кровью Аганца и свидетельством своих уст. И это наше духовное состояние. И мы готовы свидетельствовать. Давайте все встанем на ноги, дорогая церковь. Давайте будем петь эту песню. И потом будем молиться. Чтобы Бог... Мы встретились с Богом, и наша вера поднялась. И вот, чтобы ваша вера поднялась. Ваша вера поднялась. Что это значит? Это значит, что ты должен поднять свое общение, духовное общение с Богом. Аллилуйя! И ищи мертвы, ищи мертвы! Он говорит хорошей! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Желание может родить молитву, и молитва может родить веру, но никогда не путайте желание с верой. Знаете, через веру мы получили это здание. И я просто... У меня есть большое желание, чтобы наш нижний этаж, чтобы у нас была детская площадка, чтобы у нас были детские площадки там, чтобы у нас было бесплатное кафе после служения, чтобы у нас могли бы люди общаться, пить кофе, чай. Но у нас нет пока денег. И это просто желание. Это неплохо, что у нас есть это желание. Но это желание может родить веру, и вера уже, она будет ощутима, дела перейдет. Я хочу, чтобы мы сегодня молились вместе. И ты будешь молиться, и я буду молиться с тобой. И мы будем молиться живое общение с Господом. Как только у тебя будет живое общение с Господом, ты получишь чудную веру, и вера, она осуществит вот это ожидаемое. Может быть, у тебя в семье ужасная ситуация. И тебе не нужно просто стоять и говорить, я верю. Нет. Получи слово от Господа. И это рождает другую вещь. Господь Бог, давайте закройте ваши глаза, поднимите ваши руки. Отец Бог, мы молимся сегодня в Твоей церкви, за каждого в Твоей церкви. Мы просим Господь, чтобы наша вера, она была живая, действующая. Не только, чтобы мы были желающие, но мы получали бы слово от Тебя, и слово бы превращалось бы в веру. Вера, которая может осуществиться. Мы благословляем Тебя, Господь. Открываем наши сердца и обещаем, что наша вера, она будет в делах проявлена. И мы будем действовать по вере. Дай просто нам веру, Господь. И мы верим, что в этом году, начиная с сентября, это год новых возможностей. Наполни, Господь, каждого человека обетованиями, словом, чтобы верою побеждали все. Пусть Твоя сила будет на каждом из нас. И мы провозглашаем веру, которая приходит с небес. Которая приходит от военачальника веры, от Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, Господь и Царь царей. Халлелуя. Амин. Халлелуя. Халлелуя.